Спонсор показа новостей – магазин «Обойный рай». Сеть специализированных магазинов «Обойный рай». Лучшие предложения по цене, качеству и дизайнерским решениям для оформления интерьера. «Обойный рай» – это более 3000 видов обоев от самых простых до премиум-класса. Фрески, потолочная плитка, ламинат и межкомнатные двери. Отличное качество, цвет и дизайн. А также шторы с разнообразием рисунка, фактуры на любой вкус, под заказ или готовые. В магазин «Обойный рай» приходи и выбирай. По адресу Московское шоссе, дом 53 и Северная площадь, дом 5А. Как всегда, «Обойный рай» удивит своими ценами. Здравствуйте! В эфире новости в студии Ирины Баракиной. Сегодня главная тема выпуска. Вопросы благоустройства. В Серпухове ремонтируют дороги и создают новые скверы. На страже детства сотрудники УДН отмечают профессиональный праздник. Район полигонов. Фильтрат закрытой свалки в Жорновке растекается по округе. Правительство Московской области признало ситуацию на полигоне с Янова-1 чрезвычайной и с региональным уровнем реагирования. В настоящий момент Министерству экологии и природопользования уже выделены все необходимые средства для организации проведения работ по локализации и ликвидации чаговых возгораний на полигоне. Тяжелая техника к работам уже приступила. Также поручено подготовить до 22 июня дорожную карту по рекультивации полигона твердых бытовых отходов. Заниматься созданием проекта должна администрация Серпуховского района. На его территории находится свалка. Но чиновники соседнего муниципалитета снова бездействуют. На жалобы жителей они не реагируют. Решать экологические проблемы не хотят. Напомним, районные чиновники должны были выделить всего 1% от суммы, необходимой для создания проекта рекультивации. Остальные деньги уже перечислены областью. Но Совет депутатов до сих пор не утвердил финансирование работ. В Серпухове продолжается комплексное благоустройство. В стадии завершения строительства школы на 600 мест в микрорайоне Ивановские дворики. Застройщики уже перешли к отделочным работам. Кроме того, демонтированы старые опоры моста на оборонный. Подрядчики идут по графику. Продолжается ремонт дорог. На космонавтов завершается фрезерование дорожного полотна. В ближайшие дни исполнители приступят к асфальтированию. На улице Героев Отечества устанавливают бордюрный камень. Здесь предусмотрено расширение проезжей части. Все у нас по графику. Сейчас ведется демонтаж забора. Расширяем эту улицу. Принципа трудностей у вас нет. Вы немножко отстали? Да, отстали. Были замечания. Замечания были устранены. Поэтому оставили. Мы сейчас довольны. Закончился ремонт дороги во втором северном переулке. Заасфальтированы дороги на Луначарского, Борисовском шоссе, Володарского и Чернышевского. На улице Екатерины Дашковой, Окском шоссе и площади Ленина уже частично нанесена дорожная разметка. В Серпахове в этом сезоне планируют благоустроить 14 общественных пространств. В городе приведут в порядок не только старые скверы, но и построят новые. На эти цели власти Серпахова планируют потратить 200 миллионов рублей. Работы уже начались. Сейчас полным ходом идет реконструкция Екатерининского сквера. Здесь будет освещение, лавочки и пешеходные дорожки. Новый объект отдыха для горожан появится у подножия Соборной горы. На территории возле Нары уже установлено ограждение. Работники демонтировали остатки плитки и обозначили направление будущих тротуаров. По плану здесь также установят освещение, лавочки и урны. Вместе с этим на месте будущего сквера разобьют клумбы и организуют парковку для автомобилей. Кроме того, благоустроят бульвар Захаркино, пешеходную зону на улице Ворошилова, сквера на Пушкино, Первой Московской, Нагина, Володарского и многие другие территории. Оценить работы жители смогут не позднее сентября. Сегодня состоялось первое заседание Полицовета Объединенного местного отделения партии «Единая Россия». Главные вопросы на повестке дня – прием в партию новых членов, избрание заместителя секретаря местного отделения и формирование Координационного совета сторонников, а также реализация партийных проектов. Сегодня ряды партии пополнили еще 12 человек. Заместители секретаря местного отделения выбирали путем тайного голосования. Им стал председатель Совета депутатов Игорь Ермаков. Руководить общественной приемной партией будет Сергей Баранов. Также сформирован Совет сторонников партии, в который вошли 7 человек. Его возглавит Надежда Еремина. Руководителем местного исполкома избрана Лидия Халычева. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Ведомство появилось еще в Советском Союзе. Тогда основным фронтом работы стало решение проблемы беспризорников. Сегодня инспектора ПДН решают и другие задачи. Взаимодействуют с родителями сложных детей, ищут тех, кто ушел из дома, помогают подросткам, которые пристрастились к алкоголю или наркотикам. В честь важного события в актовом зале Серпуховской полиции наградили сотрудников, которые ведут активную работу с несовершеннолетними. Трудно недооценить вашу роль в системе профилактики детской безнадзорности. Каждый ваш рабочий день неразрывно связан с работой, направленной на становление в жизни того или иного подростка. Заслуженные награды за помощью по взаимодействию с подростками получили серпуховские педагоги. Без подарков не остались и дети. За содействие в работе полицейских, участие в творческих конкурсах, призы и грамоты получили более 18 городских школьников. Серпуховский район сегодня в капкане неразрешимых проблем, экологических и коммунальных. Кто довел муниципалитет до такого состояния? Главное, как найти решение многочисленных вопросов. Тему продолжит Маргарита Кирикович. Сначала только факты. За 15 лет нахождения у руля Серпуховского района он оставил после себя 4 свалки. На трех закрытых рекультивация так и не началась. Своей вины в этом он не видит. А главное, улучшить экологическую обстановку в регионе не пытается. На этой вопиющей случай, который у нас не только в Жорновке, тот же Сьянова, контроль и полное, скажем, попустительство, которое возникало здесь, наверное, оно говорит о чем-то. И таких случаев очень много у нас по району. За это должны наказывать и должны понести ответственность либо руководители Серпуховского района, либо сотрудники. Но как минимум на это должны обратить внимание правоохранительные органы и областные власти. У Алексея Попова около 10 лет возглавлявшего Липецкое сирское поселение и сегодня болит душа за беспредел, который творится на его малой родине. Десятки гектаров земельных угодий у деревни Жорновка, на которых когда-то выращивали зерновые культуры для животноводства, сегодня непригодны к использованию. Это мертвая земля. Сколько раз Алексей Николаевич обращался к главе Серпуховского района с требованием закрыть свалку, которая образовалась стихийно на территории Липецкого поселения. Ведь ни о каком сборе фильтрата говорить не приходилось. Но так как аренду на эксплуатацию земельного участка пущинским коммунальщикам предоставили чиновники район администрации и деньги текли в казну муниципалитета, к словам Попова, особенно не прислушивались. В принципе, получал выгоду, да, это Серпуховский муниципальный район. Поступало очень много жалоб от жителей и местных, которые здесь есть, и проезжающих, свалка горела ежегодно. То есть сейчас мы стоим здесь, и все заросло немножко травой, и на самом деле вид-то неприглядный до сих пор, если мы увидим. А на тот момент и зимой, и летом, и постоянно были пожары. Глава Серпуховского района не реагировал на обращение. И в 2011 году, когда срок аренды истекал, свалка функционировала. Тогда сами жители вместе с руководителем сельского поселения перекопали въезд на полигон, а потом установили здесь железобетонные блоки. Вывод напрашивается сам собой. Если первая лица района не закрывала жерновскую свалку, значит это было выгодно ему. А за то, что Попов самостоятельно решил судьбу полигона, у главы сельского поселения начались серьезные проблемы. В районных СМИ пошли заказные сюжеты с выдуманным компроматом. Неуемный Попов не устраивал руководителя района. Вопрос рекультивации поднимался, и мною лично, неоднократно это поднимался вопрос. На что мне отвечали? Что так как на 2011 год сумма была порядка 85 миллионов рублей на рекультивацию, и мы, и депутаты липецкого сельского поселения выходили с этим вопросом на уровне района и на уровне области. Область нам отписала, правильно сказала, что господа, есть арендат, арендодатель, который сдавал эту землю в аренду, он получал выгоду. Наверное, он должен как минимум подготовить проект на рекультивацию. Понятно, что никаким проектом на рекультивацию полигона в Жорновке администрация Серпуховского района не стала заниматься. Эта гора мусора осталась миной замедленного действия. Какие бытовые отходы сюда свозились, и чем это еще может обернуться, неизвестно. Никакого контроля за полигоном чиновники не вели. Странно и то, что арендодатель закрывал глаза на задержку оплаты за эксплуатацию земли. 8,5 миллионов недополучила казна Серпуховского района. А глава все еще не расторгал договор с компанией. А самое ужасное, что никто за это не понес наказание. О полигоне сегодня как бы забыли. А он ведь существует и по-прежнему наносит ущерб экологии. По весне фильтрат течет на поля, а потом и ваку. Уже за это руководитель района, по мнению бывшего чиновника, давно должен был быть снят с должности. А безнаказанность позволила первому лицу района точно так же поступить и по отношению других двух полигонов. Я думаю, что та же ситуация нас ждет с полигоном Сьянова и с полигоном Лесной. Если не будет контроля, как сейчас мы видим, там, я насколько понимаю, городской округ Серпухов в этой ситуации озаботился. Хотя, в принципе, как правильно, он не имеет к этому никакого отношения, потому что это не на его земле находится. И не он в аренду это сдавал. Тот же полигон Сьянова. Кто получал выгоду, мы все знаем. В 2012-м глава Серпуховского района, по-видимому, не желая терять хороший источник дохода, снова открыл полигон Лесная. Районы СМИ тогда объяснили этот факт так. Хозяева земли на Лесной, администрации Серпуховского района, нашли единственный выход из положения, чтобы район не превратился в большую помойку, открыв полигон здесь. Лукавили и журналисты, и первое лицо района. Не о благе он тогда заботился, открывая и расширяя полигон на Лесной. Я был на том совещании, по крайней мере на одном из совещаний, где, я вам открою маленькую тайну, Шкирнина Васильевна практически сидела в слезах. Это глава поселения, на котором находится территориальный полигон Лесная. И Александр Вячеславович, мягко говоря, в некоторых переходящих в грубую форму, объяснял ей, что нужно обязательно открыть этот полигон. Что его нужно доразгрузить, и только в том случае появятся деньги на рекультивацию, и он закроется. Я попытался в тот момент тоже вставить, это как раз был 2012 год, насколько мне помню, реплику, то, что у нас еще один полигон просто брошенный стоит, его тоже нужно рекультивировать. Неужели экологическому беспределу, а теперь еще и коммунальному, пол района сегодня без горячей воды не наступит конец? Алексей Попов, как и другие жители района, надеются, что губернатор Подмосковья и прокуратура примут серьезные меры. Руководитель района, по сути, оставил своих жителей без чистого воздуха, а теперь отплясывает на разных праздниках. В многочисленных выступлениях, на митингах и в прямых эфирах электронных СМИ он буквально бьет себя кулаком в грудь и заверяет, что своих избирателей не бросит, и до последнего будет защищать их интересы. Он пугает, что без него жизнь у людей ухудшится, но куда еще хуже. По мнению Алексея Попова, единственный выход – смена власти в районе и объединение муниципалитета с городом. У меня очень много знакомых и друзей в Чехове. Я специально ездил туда и посмотрел, каким образом объединение произошло и каким образом округ работает. Есть какие-то проблемы, да, они всегда возникают, но какие-то насущные проблемы решаются гораздо быстрее и проще на данный момент, когда это в одних руках, один человек может решать. Сегодня глава района даже вышел народ, но этот народ уже хорошо знает, чем это вызвано. Впереди выборы. Впереди выборы. Участники комиссии предложили либо сделать Луначарского односторонней проезжей частью, либо расширить парковочные места. Я вот ребенка вожу в гимназию, да, сделали огромную парковку, все сделали, расширили. Нет, вот двум человекам надо подъехать непосредственно, давя детей, расталкивая их в разные стороны, подъехать прямо вот к воротам. Согласны. Чтобы метр прошел ребенок. Да, согласен. Готовы вставать дальше. Поэтому сколько парковок ни делай, найдутся люди, которые им надо, вот это обязательно. На комиссии решили, что всем заинтересованным лицам нужно тщательно промониторить ситуацию и разработать план новой организации дорожного движения у школы номер 2 и реализовать его уже к сентябрю. 31 мая отмечается Всемирный день без табачного дыма. Добровольная пожарная дружина сегодня провела акцию «Бросил не курю». Волонтеры попытались выяснить, как жители города относятся к курению. Прохожим предложили выбрать стикер с надписью «Курю» или «Не курю» и наклеить на дерево на площади Славы. Мы призываем людей избавляться от своих плохих привычек. Вы могли бы, пожалуйста, взять стикер, повесить его на часть дерева и написать «Не курю». Хорошо. День отказа от курения отмечается по инициативе Международного общества онкологов и при поддержке Всемирной организации здравоохранения с целью привлечения внимания общественности к негативным последствиям от потребления никотина. Ребята подготовили и развесили на аллее белые футболки с предупреждающими слоганами. Акция проводилась в течение часа. По результатам стало ясно, что большинство жителей понимают опасность курения и относятся к пагубной привычке негативно. В Протвино прошло открытое первенство города по армейскому рукопашному бою. В нем приняли участие 62 спортсмена. Из них 16 воспитанников Серпуховской спортивной школы «Русский медведь». Первые места заняли Алексей Михалин, Арсений Карпов, Исламбек Акбаров и Илья Заяц. Все ребята занимаются у тренера Сергея Шулькина. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды и программа «Диалог с освященником». Гостем студии станет настоятель Сретенского храма освященник Алексей Спигин. Следите за нашими новостями на сайте otv.defismedia.ru, на официальном сайте администрации города. Мы также есть во всех социальных сетях. Подписывайтесь. Всего вам доброго и не приключайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спонсор прогноза погоды – Институт инженерной физики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА